так всем привет всем автолюбителям и автовладельцам сегодня хочу продемонстрировать вам скрытую установку скрытого видеорегистратора на автомобиле toyota rav4 вот таким образом значит он выглядит ничего такого необычного значит устанавливается он на лобовое стекло таким вот образом устанавливаться на двухсторонний скотч и абсолютно не приметен так как стоит за зеркалом заднего вида очень так не броско так снизу выглядит со стороны переднего пассажира заказал значит его в китае вот комплектуется он значит проводом питания но он тут такой значит непростой на его конце имеется целых четыре провода один значит из которых это провод видео выхода не знаю нужен он будет или нет кому-то ну вот он желтенький так выглядит обычный панчик вот потому что видеорегистратор имеет вай фай то есть можно через телефон там производить все управление все настройки значит а остальные три провода это земля минусовой провод вот он значит и остальные два это два плюсовых один питающий b плюс и кабель acc что они из себя представляют питание это в общем-то все понятно с этим это напрямую где значит 12 вольт туда вот а второй acc это значит accessor s переводится сокращение acc вот и он служит для того чтобы значит когда появляется плюс на этом проводе включается автоматический видеорегистратор вот значит цена плюсовом б который плюс значит имеется еще дополнительные предохранитель китайцы молодцы постарались очень начать все грамотно выполненного вся проводка все концы оснащены предохранителями без того вот значит никаких тут всевозможных значит там гнездо прикуривателя нету потом заморочки там были при установке там куда это помочь все это прятать а тут все просто все напрямую можно подключить их блок предохранители значит все как я считаю все будет все придумано по уму вот значит провода шопу помешались все это я решил значит спрятать под обшивой крыши вот значит тут благо значит есть место куда этот кабель спрятать вот полость такая небольшая то есть все туда хорошо войдет аккуратно и вот здесь вдоль стойки значит кабель у меня будет проложен его желательно будут завернуть в моделин чтобы он тут не гремел и затем значит тут под уплотнитель я вас прячу и пойдет он у меня под панель в блок предохранители сейчас я значит покажу минусовой кабель я подключил вот сюда вот к массе тут как раз он уже есть иначе производитель тут корпусу закрепил какой-то кабель я еще свой дополнительно сделаю ничего страшного вот вот так вот значит выглядят у меня предохранители вот тут как раз есть два свободных местечко куда можно вставить мои плюсовые кабели вот эта крышка значит от этих предохранителей вот и один как раз из них который пустой это есть постоянный тут плюс есть даже когда ключ зажигания вытащим а второй плюс появляется когда автомобиль уже заведен ну я значит подумал и решил для себя что мне надо чтобы запись шла при повороте ключа на один оборот вот чтобы там мало ли чего где-то стоишь при незавиденном двигателе уже вышла запись вот значит я тут распечатку сделал с интернета значит распечатку всех предохранителей где какая сеть коммутируется вот два моих свободных как раз есть они обозначены как раз таки один вот в углу как раз тут и второй значит пустой на соседнем предохранители вот но я значит в один который бы плюс у меня кабель вставлю пустой где постоянно есть плюс а второй я ставлю за место 18 предохранителя на моем рисунке он как раз таки так и называется АЦЦ то есть это значит аксессуары которые включаются при одном обороте вот у меня этот кабель как раз таки АЦЦ красненький вот то есть сейчас я значит продемонстрирую чтобы было наглядно понятно то есть значит когда на один оборот машину ключ зажигания вернее поворачиваешь включается магнитола магнитола и зеркала электропривода зеркал вот тут все значит это описано кому это интересно можете поискать в интернете все это конечно же есть что еще еще что могу посоветовать значит при установке на двухсторонний скотч на стекло конечно же желательно его обезжирить прогреть его чтобы оно было теплое что нужно лучше она прилипла двухсторонний скотч вот кабель я значит хочу завернуть в модели чтобы он тут не гремел он никаких луков не задавал вот что же еще ну вот сейчас давайте я покажу вот на один оборот я включаю вот включается магнитола вот и в таком режиме я хочу чтобы у меня работал видеорегистратор то есть чтобы он тоже соответственно включался вот значит ну план действий в общем целом я вам озвучил вот что еще можно добавить ну по поводу еще вот снятия накладки на передней стойке она немножко там хитро так снимается ничего сложного нету два пистона ее значит держат кузову вот чтобы его вытащить нужно то значит две пластинки сжать друг другу и два лепестка сомкнуться на этом пистоне вот но чтобы не добраться нужно сначала немножко эту накладку на себя выдвинуть подцепить ее руками выдвинуть она отойдет там на пару сантиметров и без труда сможете добраться до вот этих вот пистонов вот так вот рукой поддените вытащите и значит тут у вас появится как раз пространство чтоб добраться до вот этих вот пистонов и тут ничего сложного немножко тут надо потрудиться и они спокойно выходят ни в коем случае не надо тянуть там со всей силы там на себя сразу же а то вы испортите вот эти вот пистоны вот они устанавливаться в этих отверстиях в кузове вот и значит ничего такого сложного вот вот что еще хотел сказать вот кабель у меня начались здесь будет проходить под обшивой вот и тут значит вдоль стойки его обязательно нужно закрепить хомутиками чтобы он тут никуда не делся вот и все-таки желательно еще раз повторюсь его закрутить в моделин или там еще какой-нибудь там шубоизоляционный материал потому что тут пластик вот ребра вот эти вот тут на этой накладке чтобы они тут не гремели звуки всякие посторонние не издавали лучше это сразу же все это на корню убрать вот ну что провод жесткий все равно мало ли там неровности где-то могут возникать какие-то там ну вот в общем то надо так ну вот значит я установил видеорегистратор на двустороннем скотче лобовом стекле проводку значит прокинул тут вдоль крыши вдоль стойки вот значит на хомутах она мне держится вот и черный кабель и тут подходит к блоку предохранителей сейчас вам покажу вот два кабеля которые вставлены в блоки у меня вот и все хорошо и минусовой провод не плохо видно к сожалению к массе закреплен в самом деле сейчас значит попробуем первый пуск произвести посмотреть и вот значит зажигание повернем в первое положение щелчка вот пожалуйста можно видеть что вот один диод мерцает это значит что уже помнитово работает все нормально вот и остается значит все полностью до конца значит здесь собрать вот надеюсь всем все было понятно вот таким образом снаружи выглядит практически не бросается в глаза вот его очень близко за так снимаю спереди вернее вот практически ничего тут не заметно вот так сейчас я покажу покажу как он работает вот вот вставляем ключ один оборот вот не загорается вот тут синий красный диодик зазначить уже говорит о том что все он включился запись пошла тут карта памяти у не установлена потом ночь покажу как будет выглядеть видеоролик вот ну все ключ вытаскиваем вот он и сейчас она должна погаснуть и еще раз повторюсь управление все настройки данного видеорегистратора производится через вай-фай вот скачиваем программу все это есть на значит play маркете вот сейчас он диодик потухнет вот всего там потух его не видно все программу скачиваем вот значит она ну чтобы она увидела его видеорегистратор надо включить все таки зажигания вот она включилась вот сейчас она просит подождать пока подконнектится значит что-то долго включен сразу переворачивается вот пожалуйста картинка появляется он идет время вот и покажу тут мельком какие настройки есть значит тут синий камеры пароль автозапись разрешение можно менять но full hd конечно у меня стоит вот он все таки показал эту картинку вот это форматировать и можно устанавливать длину значит ну вот g-сенсор включать вот я его настроил на средний уровень чувствительности вот полсикам киви вот это вот стандарт и интервал записи я поставил три минуты подстольку сколько наиболее удобными я считаю вот так выглядит картинка сейчас покажу вот видите пальцы подставляю все четко передается выключить ну вот ночь вот так он выглядит мне все очень понравилось потом ночь попозже покатаясь значит покажу какие каком качестве получается видяшки с данного видеорегистратора все всем спасибо всем пока